Информация о массовых убийствах беженцев из Ирака и других стран Движнего Востока появилась еще в прошлом году во время начавшегося кризиса беженцев на границах с Литвой и Польшей. Соответственно, такое громкое звучание проявилось после бегства польского солдата Эмилия Чечко, который участвовал в этих расстрелах и который показал следственным органам Беларуси, что он принимал участие в убийстве десятков мирных жителей, которые хотели перебраться в Европу. То есть речь шла о выходцах из Ирака. Курды были из Иракского Курдистана и из сирийской Рожавы. Соответственно, этих людей просто убивали, закапывали в лесу. То есть солдат брали подписку о неразглашении. Служба безопасности Польши обеспечивала информационное прикрытие данной операции. Соответственно, Чечко заявляла о том, что было убито больше 220 человек. Это то, о чем он знает. Также в этот период было, помнится, видео на Украине же опубликованное об убийстве около 10-15 беженцев в районе Чернобыльской зоны отчуждения. То есть, опять же, там где-то на границе они с территории Беларуси пытались перебраться на территории Украины. Их там тоже расстреляли, там есть видео с тепловизора. Соответственно, Беларусь на тему поднимала, заводилось уголовное дело, проводилось расследование. В Европе никто не высказал ни малейшего желания как-то проверять эти факты. Только ООН заявила, что надо бы проверить. Но по факту никаких расследований в Европе не проводилось. Хотя речь шла об убийстве беженцев, в которых Европа якобы так сильно заботится. Но поскольку эта тема была очень болезненна для Польши, для НАТО, эту тему фактически замяли. В западных минстримовых медиа она практически не поднималась. Если поднималась только в том контексте, что это все выдумки правительства Лукашенко, что это пропаганда Кремля, что никого не убивали, это все люди живые. А то, что заявляет солдат Эмиль Чечко, это все выдумки, потому что у него не лады с психикой. Занимались просто дискредитацией источников. После того, как Чечко покончил с собой, по официальной версии в Беларуси, эта тема в западных СМИ полностью ушла. Естественно, никто не собирается выяснять, где находятся такие ямы с убитыми, о которых заявлял Чечко. Ну и в рамках тех информаций, которые обнародовали спецслужбы Беларуси. Продолжение следует...